...издание игры не стали присылать игру с набором стикеров, в котором... Да это ручка, пува, блин! Майни вновь с вами! Всем привет, и сегодня у нас реакция на видос от Мистери Форс. Вы очень ждали, называется оно «Жуткие пасхалки номер 18». Опять будет страшно, скримеры от Димы, ну всё как мы любим. Впрочем, давайте смотреть. Всем привет, сам я, Дима, и сегодня будет слегка непривычно для рубрики «Жуткие пасхалки выпуск», потому что я закинул сюда и те секреты, которые остались неразгаданными. А пасхалками это трудно назвать, потому что иногда это может выглядеть просто как ошибка разрабов, глюк и всякое подобное. Однако это не менее интересно, так что давайте начинать. Возможно, вы помните, я уже как-то показывал пасхалку из «Платун», которая заключалась в том, что если постоять на одном месте на карте с боссом больше 10 минут, можно было услышать достаточно жуткие звуки. Реально? Воу! Ну это старый «Сплатун», это не на Нинтендзе. Один из разработчиков даже писал, что понятия не имеет, как эти звуки попали в игру и при каких обстоятельствах они вообще могли быть записаны. Но выходит вторая часть, и на этот раз в игре снова находят странные звуки. К сожалению, сейчас услышать их невозможно, так как появлялись они на определенном ивенте, а именно на турнире «Сплатфест». И именно во время этого турнира можно было подойти к одной из статуй... Мне надо было как-то поиграть в «Сплатун», так соскучиться с этой игрой, а все время нет вообще поиграть. И услышать этот детский смех. А ну-ка. Во время этого же «Сплатфест» также нашли телефонную бодку, которая в очень редких случаях начинала звонить. И если стоять рядом с ней в это время, можно также услышать вот что. Что это все такое, в этот раз уже никто из разработчиков не стал комментировать и отвечать, но... Тролля. Думаю, кто смотрит мой канал, уже давно понимает, что семейная компания Нинтендо и жуткие пасхалки это как... Ого, господи. Это как я из Кримера, да. Мы любим друг друга. Следующая пасхалка находится... Дима. Тут у нас нет пасхалок. А тут у нас зато есть много интересных квестов. И кто вдруг не в курсе, это игра Crawful. ММО-РПГ, в которой можно выиграть. В этой игре вы вечные вороны. Вокруг вас... Блин, прикольно. Crawful я жду как ММО-ху, но так она еще не вышла, нет? В вас создаются и умирают миры. Каждый мир будет встречать вас с новыми особенностями, будь то ландшафт, условия, соперники, секретные локации или даже погода. Одно остается неизменным – война, в которой вы можете играть свою роль. В Crawful нет готовых решений, вы сами решаете, кем стать. Ведь роль крафтера или добытчика ресурсов ничуть не ниже воина или хила. Также... Блин, ну это прикольно. Вот в коммунистерстве можете посмотреть от него видосик. Ссылку на Crawful я оставлю в описании. Нарайся вам Crawful или не нравится вам Crawful. Apex Legends. Думаю, многие зазнают, что это за игра. Если нет, оно в целом и не важно. Все, что надо знать – это шутер, это игра... Apex – это прекрасная игра, не трогайте Apex. На самом деле, Apex – это реально очень классная игра. Если кто не играл, попробуйте, она бесплатная абсолютно. Она есть на PlayStation, Xbox, ПК. Блин, мне не платили за рекламу, просто я сам играю до... Я еще до первого сезона играл, когда она только вышла. У меня все эти сезоны закрыты. Мне она очень нравится. Одна из самых лучших игр именно в Battle Royale. Это сервис, который постоянно обновляется. И как и в случае с Fortnite, тут выходят сезоны, которые перевоплощают игру. И там нет строительства, ребята. Кто не любит Fortnite со строительства, это игра для вас. А что она первая? А я вам расскажу, я рассекретил эту теорию. На самом деле, тут не надо быть гением. Ну, я потом расскажу. Это всего лишь игрок, который просто быстро пробежал. И в ответ на это некоторые пошли воссоздавать картину, но, согласитесь, выглядит это совсем иначе. А плюс ко всему, после этой локальной шумихи на... На самом деле, это реально игрок. Ну, типа, это, скорее всего, рейв с кинжалом, потому что она бежит именно вот так. В черном скине и просто текстуры не подгрузились. По-разному. Это вполне возможно. Само это вражеская рейв. Поэтому... Но это точно не волк. На форумах разработчики только подлили масло в огонь тем, что на карте в достаточно редких случаях можно было услышать звук, напоминающий вой. А вот вой, кстати, был с самого начала сезона. Это, знаете, только после того, как мы нашли вот эту вот штуку, пробегающую рейв, на самом-то деле. А вой, он был записан уже раньше. Он был... Многие люди на это не обращали внимания. Поэтому... Рилток. И на этом как бы все. Да, ответа никакого также от разработчиков не было, поэтому и мне сказать больше нечего. Несмотря на то, что Silent Hill, то, что оригинальный, вышел 20 лет назад, в нем только недавно, около двух лет назад, взломщики нашли интересное спрятанное содержание. Связано это, в первую очередь, с тем, что у игры достаточно сложная система хранения, а не с тем, что раньше не пытались. И этой интересной находкой являются враги, которых вырезали из игры. По сути, это просто текстуры, но выглядят они достаточно жутковато. Хотя, еще бы было иначе, речь как бы о Silent Hill. Еще интересная... Блин, я так жду нового Silent Hill, а просто жесть. Ходка была в игре Batman at Telltale, которая для самих разработчиков стала достаточно скандальной. Дело в том, что во втором эпизоде игры оказалось изображение реального убийства. Да, отредактированное под контекст игры, но все же, тело этого человека игроки смогли идентифицировать, и, как оказалось, разработчики просто вырезали человека с реальной записи убийства. Это был русский пасо Андрей Карлов в галерее искусства Франции, и произошло это в 2016 году. Возможно, даже кто-то из вас помнит новости. И вот после того, как стали поступать жалобы на разработчиков, патчем была исправлена эта сцена, и ракурс камеры в игре слегка был приподнят, чтобы не было видно само тело. Да, такие вот тревожные референсы иногда могут быть в игре, а вы даже об этом и не знаете. По мне эта сторона, ну, типа, да использовали этот референс, да использовали, почему он сразу скандальный. Ну, я не знаю, я считаю, что это раздутая история в плане того, что почему он стал скандальным. Прошлый ролик, если помните, был посвящен целиком и полностью игре Inside. Если не смотрели, посмотрите обязательно. Те же, кто смотрел, понимают, насколько загадочна эта игра. Прямо must have для всех. Мы шарим, была реакция на канале, можете посмотреть. Неудивительно, что в различных сообществах стали собираться люди, которые обсуждали и находили различные странные вещи, которые встречали при прохождении. Одна из таких находок была вот такая вот фотография, запрятанная в бункере, которая открывается лишь при альтернативной концовке. Изначально фотокарточка пустая, но спустя 10 минут реального времени фото начнет проявляться, и на нем будет видна локация из другого места в игре. Никаких других связей с этим местом не было, поэтому, да. Также игроки замечали секретные шифры на окнах палац с экспериментами. Если воплотить каждую цифру в букву с помощью специальной таблицы, получится «A pity this busy monster man...» Короче, не доброчело, монстры суеты не жаль. Это не просто набор слов, это стих Эдварда Эслиса Каммингса. Эслина. Блять, короче, я понимаю, что его имя вам так же, как и те слова, ни о чем не говорят, но, поверьте, это не самое страшное. Страшнее то, что никто так и не понял, к чему это. Также внимательно... Просто, наверное, отсылка к автору, мне кажется. Такие заметили принтеры в игре, которые печатал что-то на языке Морзе. Что интересно, печать отличалась в зависимости от того, на чем вы играете. На ПК, на консоли или еще где-то. В принципе, по-моему, инсайт выходил на всех возможных платформах. И некоторые из этих кодов действительно были расшифрованы, и игроки получали какие-то странные таблицы. В интернете можете найти свой документ, где описаны расшифровки и примерное значение каждого кода. Страница там сразу предупреждаю. Но, что интересно... Вот это людям заняться нечем. На самом деле, надо быть усидчивым. Это интересно. На сайте игры вскоре появилась иконка принтера, которую сейчас после редизайна сайта снова не увидеть. Но зато ее появление стало подсказкой для игроков, что именно на сайте можно что-то найти. И так, в принципе, и вышло. Если один из расшифрованных кодов вставить в ссылку для рассылки, а после написать свою почту, на нее приходило письмо, ссылка на YouTube Stream, который так еще и не запустился. То есть, с 2017 года он в режиме ожидания. Выглядит это все очень странно, и на какое-то время даже все стихло. Пока тем, кто заказал коллекционное издание игры, не стали присылать игру с набором стикеров, в котором... Да, это очень кипово, блин. К чему это все приведет, непонятно. О, как неплата. Это интересно за тебя наблюдать. Интересно за тебя наблюдать. В казино, короче, добавили. И вот в этом дополнении... Блин! А я-то думал, добавили... Цирк! ...удача с мадам Назар. Это необычное имя, необычная гадалка. Она также присутствовала... О, мне напоминает эта гадалка с этого... С Футураму была похожая. ...вы могли ее и не знать, так как там она также находится в онлайне. Да, можно было бы назвать это все забавной отсылкой, если бы игроки не стали копать дальше. И в этом самом DLC-казино, если подходить к автомату мадам Назар, он будет выдавать вам различные фразы из разряда Я знаю твое будущее и прочее. Фраз таких очень много, и вы даже можете час простоять тут, тыкая в мадам Назар, как бы двусмысленно это ни звучало, и она все равно будет говорить вам что-то новое. И для каждой фразы в игре прописаны коды, то есть в файлах игры. И один из таких кодов, 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 выглядит вот так. Не знаю по какой причине, но игроки решили поменять слегка последовательные цифры, и у них получилось вот такое вот интересное число. И чем же оно интересно? Если помните, я когда-то рассказывал вам о поместье Бретует в Red Dead Redemption 2. Там достаточно запутанная и долгая история, но если кратко, жених Кэтрин Бретует рассказал, что у той была сестра, которая давно пропала. Ее так и не смогли найти, и по окрестностям пошли легенды, что она сильно больна. Кто-то говорил, что она и вовсе мертва. Однако, если прийти на территорию поместья, мы услышим женский голос. И голос этот доносится с обвязанной цепью туалетной кабинки, в которой находится истощенная женщина, и которая как раз таки и произносит эти цифры, которые раньше казались обычным бредом. И теперь, да, это все... Блин, как люди до этого доходят? Знаете, это надо, ну, быть неглупым человеком и улюбить копаться вот во всяком таком. Ну, это сложно, на самом деле. Еще запомнить, что есть там, Red Dead Red Dead, вот вообще связь всякие строить, круто. Кажется, намного интереснее. Игровки на этом, к слову, не остановились и попробовали вбить этот самый номер в телефон в GTA Online. И вы не поверите, но на звонок вам ответит именно мадам Назар. А вот теперь на этом уже все. Да, дальше этого всего игроки так и не продвинулись, и, возможно, возможно, и не продвинутся, так как Rockstar любит обрывать какие-то подобные вещи на полусловия. Эмилин Вонсерплей, инди-хоррор игра, которая у меня еще будет небольшой сюжет, выпуск, поэтому слишком много рассказывать сейчас не буду. Все, что нужно знать, мы играем за доставщика пиццы и приходим в какой-то страны. О, это же игра была у Брайн Мапса в выпуске, который мы смотрели недавно. О, мрачный дом. Поначалу он покажется пустым, то есть, возможно, заказали и уехали куда-то, но спустя время начинают происходить всякие паранормальные явления, начиная с того, что захлопывается сама дверь и заканчивая девочкой, которая на вас охотится. И как принято почти любой инди-игре, Эмилин Вонсерплей вышла изначально сырой. И как почти любую инди-игру, ее дорабатывали со временем, внося какие-то изменения при обновлении. В одном из таких обновлений в списке изменений разработчик написал, что он поправил и сделал более заметным что-то, что раньше не было замечено игроками. Тогда пользователи решили, что речь идет о лампе, которая стала более выраженно мерцать. А на сообщение о том, что это, скорее всего, азбука Морзе, разработчик ответил лишь этим, что явно дало понять игроки на верном пути. Но, к сожалению, расшифровать это так и не удалось до сих пор, хотя игра вышла 4 года назад. И тут два варианта. Либо это троллинг, либо разработчик не знает азбуку Морзе. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это второй вариант, знаете. Разумеется, такой думает, вроде бы все правильно сделал. На самом деле, я какую-то билиберду тупую написал с помощью азбуки Морзе. И такой думает, когда же они разговариваются? Не забывайте про мой инстаграм, там я иногда делюсь с историями. Не забывайте про колокольчик. Лучшей помощи от вас не придумаешь. Ну и смотрите прошлые выпуски, если пропустили. Всем удачи и пока. Игрустная музыка. Душевно раздирающая. Ребята, ссылка на канал в описании. Вы сами это знаете. Приходите, подписывайтесь на канал Мистери Форс. Ставите лайки, пишите комментарии и колокольчиком нажмите. Это очень важно, это очень поможет его каналу. Но если вам нравится смотреть ролики вместе со мной, то можете также подписаться и на мой канал. Тоже поставить лайк. Также написать комментарий. Кстати, если вы напишите комментарий, у вас есть шанс попасть ко мне в ролик. Поэтому пользуйся, дерзай. И нажми на колокольчик. Это реально очень, очень, повторюсь, в сто раз очень помогает. Помогать каналу. Потому что тогда YouTube начинает работать более-менее нормально. Поэтому все это очень важно. Все эти действия, которые вы делаете не зря. Они не просто для галочки. Они реально помогают каналу. И моему каналу Мистери Форса. Ну если вы на его канале это сделали тоже. Все, ребята. Что я вам хочу сказать. До скорых встреч. До новых роликов. Всем пока. Всем пока. Пау.